Здравствуйте! В эфире передача Анатомия болезни. Говорят, страховка – это не деньги, это душевный комфорт. И с начала апреля вся страна получила этот комфорт. Населению предоставляется более 2500 различных медицинских услуг. Обязательное медицинское страхование было введено в 2020 году на севере страны, а с января этого года – в других регионах страны. Что нам дает страховка и что делать со страхом перед прайс-листом на услуги медучреждения? Об этом мы поговорим с зав. отделом при агентстве по обязательному медицинскому страхованию Савиной Гулиевой. Здравствуйте, Савина Ханова. Добрый день, здравствуйте. Что входит в пакет обязательного страхования? Какой спектр услуг мы получим? Давайте вначале дадим разъяснение нашим слушателям, что такое пакет обязательного медицинского страхования. Пакет обязательного медицинского страхования – это совокупность медицинских услуг, которые может получить застрахованный в случае наступления страхового случая за счет средств обязательного медицинского страхования. Как вы и упомянули, на данном этапе в пакет обязательного медицинского страхования входит 2550 услуг, и этот пакет, он утвержден с 10 января 2020 года, находится в силе, и все застрахованные, начиная с апреля 2020 года, могут пользоваться данными услугами. Что же входит в этот пакет обязательного медицинского страхования? На данном этапе это услуги первичной медицины, это услуги скорой медицинской неотложной помощи, это услуги специализированной амбулаторной помощи, а также, естественно, что стационарная медицинская помощь, включая терапевтическое, то есть медикаментозное лечение, либо же включая стационарное лечение и, соответственно, хирургические операции, которые могут потребоваться застрахованным в стационарном режиме, они являются, скажем так, на данном этапе в покрытии. А планируется ли дальше расширять страховку или нет? Пакет услуг, да, он скорее всего, скажем так, да, агентство, оно каждый год проводит мониторинг тех услуг, которыми пользуются застрахованные лица. Мы проводим мониторинг также обращений и жалоб за страхованных по поводу того, какие услуги включены в пакет, какими услугами они хотели бы воспользоваться, но не смогли в течение страхового периода. Как вы знаете, у нас в течение трех лет проходил пилотный проект медицинского страхования, обязательного медицинского страхования с 2017 года в некоторых регионах, это Менгечевер, Евлах и Ахдаш. И в эти периоды мы достаточно большое количество информации смогли собрать со стороны как медицинского персонала, со стороны руководителей, со стороны специалистов, и все эти рекомендации, учеты, они берутся, скажем так, в общую совокупность, и, соответственно, агентство готовит предложение по коррекции и внесению каких-то дополнений в этот пакет. И на данном этапе, даже в этом году мы предложили такие изменения, около 300 дополнительных услуг были внесены в пакет обязательного медицинского страхования в качестве, скажем, предложений. И эти предложения, они перенаправлены соответствующей инстанцией для утверждения. До введения обязательного страхования в стране у нас была бесплатная медицина, но, тем не менее, приходилось доплачивать, иногда даже за медикаменты обычные. Как поменяет картину обязательное страхование? Очень хороший вопрос и такой злободневный вопрос, который беспокоит всех пользователей и все население нашей страны. Давайте коснемся такого вопроса, что такое обязательное медицинское страхование и каким целям оно служит. Основная цель обязательного медицинского страхования – это обеспечить население качественным и доступным сервисом, доступной медицинской помощью. Она достигается за счет того, что, в принципе, обязательное медицинское страхование с самой главной основной целью ставит механизм введения новшеств в механизм финансирования самой системы здравоохранения. За счет того, что мы будем вводить какие-то новшества в механизмы финансирования системы здравоохранения, мы сможем добиться определенных результатов и в качестве предоставленных услуг, и в доступности этих медицинских услуг. Приведем такой небольшой, маленький пример, для того, чтобы стало ясно. Допустим, стационарная помощь. Если раньше медицинские учреждения финансировались за счет количества, допустим, койко-мест, которые существуют в клинике, имеются в наличии, то на данном этапе стационарная помощь будет оплачиваться благодаря новым механизмам, которые утверждены пакетом медицинского страхования, и клиника будет получать соответствующие выплаты со стороны агентства в зависимости от того количества услуг, которые они оказали. То есть чем больше услуг будет оказывать клиника, тем больше она будет получать со стороны агентства, плюс агентство производит мониторинг данных услуг на качество оказания медицинской помощи. И, соответственно, медицинское учреждение будет, скажем так, заинтересовано в том, чтобы произвести качественную услугу, так как каждая услуга подвергается медицинской и финансовой экспертизе. Соответственно, таким образом, косвенным методом медицинское страхование будет способствовать повышению качества данной услуги. Вы сказали про мониторинг качества, но есть такой момент, что раньше, когда учреждение делало страховку для своего работника, то тогда их направляли в другие учреждения медицинские, не государственные и не в поликнику. Но там был такой момент, что если человеку не понравилось отношение врача или услуга предоставленная, то страховка обязательно звонила и спрашивала, понравилась ли вам услуга. Если нет, то это был какой-то минус для врача. И если очень много пожаловавшихся было на врача, то страховка просто уже не работала с ними. Как будет в случае обязательного страхования? Да, хороший вопрос. Благодарю вас за такой вопрос. В каком ракурсе будет производиться мониторинг? Мониторинг производится ежемесячно со стороны отдела экспертизы. Экспертиза будет проверять как на предмет медицинского соответствия качества услуги, так и финансовая экспертиза будет проводиться тех услуг, которые были оказаны застрахованными. То есть та часть работы, которая постоянно проводится со стороны агентства, независимо от жалоб, поступивших со стороны застрахованных. И соответственно медицинское учреждение будет получать выплаты по тем услугам, которые качественные и соответствуют нормам, установленным, допустим, Министерством здравоохранения, ТАБИБам и агентствам. Что касается жалоб застрахованных, в каждой клинике на данном этапе созданы даже такие отделы, создаются отделы по урегулированию обращения по вопросам застрахованных. Каждый застрахованный может обратиться в данный отдел, пожаловаться на ту услугу, которая была ему с его точки зрения оказана некачественно, вплоть до того, что он может дойти до руководителя клиники. Если в данной клинике, на взгляд застрахованных, этот вопрос не решается, он может обратиться на горячую линию страховой компании, в данном случае агентства. Горячая линия 1542, у нас функционирует колл-центр. Колл-центр принимает все обращения и обрабатывает все обращения застрахованных в прямом, скажем так, режиме. Помимо этого, застрахованных может обратиться непосредственно с помощью электронного обращения, написать e-mail, написать письмо, оставить заявление на нашем официальной электронной странице агентства. И таким образом, все обращения застрахованных будут каким-то образом промониторированы и будет дан определенный результат. Как ответ застрахованных, так и мы возьмем на учет те недочеты, которые существуют в медицинских учреждениях. А что насчет лекарств? Например, в Турции, если по страховке врач принял пациента и прописал какие-то лекарства, то эти лекарства в аптеке выдают ему, опять же, бесплатно. Что у нас будет на эту тему? На данном этапе в пакет обязательного медицинского страхования, к сожалению, лекарственные препараты, которые прописаны для амбулаторного лечения, то есть на основе рецепта, рецептурного бланка, на данном этапе они не покрываются. Это является пакетом обязательного медицинского страхования. Но в пакет УМС входит, если, допустим, застрахованной обращается за какой-то амбулаторной услугой, и в течение, в момент произведения амбулаторной услуги оказываются какие-то мероприятия, которые требуют использования лекарственных препаратов, определенных медицинских средств, это входит в состав данной услуги и оплачивается со стороны обязательного медицинского страхования. Помимо этого, скорая неотложная медицинская помощь, оказание услуг скорой неотложной медицинской помощи и всех лекарственных препаратов, которые необходимы для оказания данной помощи, тоже идет за счет покрытия обязательного медицинского страхования. И, конечно же, это стационарное лечение. Стационарное лечение в полном объеме, как терапевтическое, медикаментозное, так и хирургическое, включая, допустим, эндопротезы, протезирование, определенные медицинские средства, которые могут потребоваться в ходе операции, за них дополнительная плата не взимается. То есть эти моменты, они указаны в пакете ОМС. Наши слушатели застрахованы, они могут обратиться к сайту агентства, зайти на определенную страницу, скажем так, пакет обязательного медицинского страхования и ознакомиться с услугами и какие услуги включают в себя обеспечение лекарственными препаратами. А как понять, что ты застрахован? Например, если ты работаешь, или ты сам выплачиваешь свою страховку, или учреждение выплачивает за тебя страховку, но вдруг, если кто-то не работает, кто-то до 18 лет, или пенсионеры, они застрахованы? На данном этапе, да, все население нашей страны, начиная с 1 апреля текущего года, все население нашей страны, все граждане, они застрахованы. Являются застрахованы независимо от того, работоспособные ли они, как бы пенсионного возраста, либо это категория детей, либо это беременные, которые находятся на социальном отпуске. То есть вся категория лиц, все граждане Азербайджанской республики, они по умолчанию застрахованы. Просто есть определенные категории лиц, которые в законодательстве платят страховые взносы, есть определенные категории лиц, остальные лица, за которых эти взносы осуществляются за счет государственного бюджета. То есть агентство получает за эти страховые взносы за счет государственного бюджета. С понятием обязательная медицинская страховка мы будем уже понимать, что такое семейный врач. Какая разница между терапевтом и семейным врачом? И можно ли его выбрать? Да. Семейный врач, это можно сказать, семейный врач, он стоит, является первичным звеном системы здравоохранения. И в мировой практике тоже широко используются услуги семейного врача. Объясню очень наглядный пример, кратко, чтобы слушатели поняли смысл и зачем нужно обращаться к семейному врачу и пользоваться семейной медициной. Зачастую, например, за страхованный обращается с какими-то жалобами к нескольким специалистам, для того, чтобы провести диагностику, выявить само заболевание, провести лечение. То есть он может обратиться к одному узкому специалисту, может оказаться, что с этими жалобами он совершенно обратился не по адресу, его могут перенаправить к другому узкому специалисту. Он может потерять время, ожидая в очередях, так как узкие специалисты, тем более с наступлением, скажем так, периода обязательного медицинского страхования, будет достаточно сложно попасть, очереди будут неминуемы. И, соответственно, обращение к семейному врачу, минуя эти этапы, семейный врач может очень быстро отселектировать жалобы за страхованный и направить по адресу. То есть непосредственно дать направление к тому узкому специалисту, который необходим в данном случае. Таким образом, вы не тратите время, вы экономите свои временные денежные ресурсы для того, чтобы получить качественный сервис. Семейного врача можно выбрать по месту жительства, обратившись в поликлинику. Семейные врачи, кто такие семейные врачи, это нам хорошо известные участковые врачи-терапевты, участковый врач-педиатр. Они на данном этапе, некоторые из них переквалифицируются в семейных врачей. И на территории, скажем, там, где проживает за страхованный, на близлежащей территории, где может осуществляться первичная медицинская помощь, они будут называться, так и будут называться, пункты первичной медицинской помощи, АСЭМ, они могут обратиться в эти центры, выбрать себе семейного врача. Выбор семейного врача лежит на самом за страховым, это его право. В течение года, более того, он может поменять своего семейного врача, если он ему не понравился. И, соответственно, таким образом, после того, как происходит знакомство с семейным врачом, дальше семейный врач перенаправляет на других узких специалистов, на какую-то диагностику, лабораторные исследования. И узкие специалисты дальше могут перенаправлять на соответствующее лечение, включая и стационарную медицинскую помощь. Ну, просто у нас так сложилось, что все мы ходим к врачу, когда у нас что-то болит, вот уже мы не можем терпеть эту боль, или когда у нас есть свободное время. Как будет осуществляться вот эта вот очередь, запись? В принципе, планируется со стороны агентства облегчить механизм обращения застрахованных и создаются электронные ресурсы. То есть в ближайшее время, возможно, будет и электронная регистрация. В некоторых регионах она достаточно успешно себя показала. То есть онлайн застрахованный может обратиться на сайт клиники. Онлайн зарегистрироваться на прием к врачу и таким образом не терять время для того, чтобы попасть к узкому специалисту. Самым наилучшим методом обращения является, опять-таки, обращение через звено первичной медицины. То есть обращение к семейному врачу. Семейный врач по необходимости дает направление к узкому специалисту. И, соответственно, по данной цепочке узкий специалист дает направление на необходимые мероприятия по диагностике, лабораторным исследованиям и лечению. А что делать, если нужная человеку процедура не входит в пакет обязательного медицинского страхования? Да, к сожалению, есть определенный ряд и категория заболеваний и исследований, которые не вошли в пакет обязательного медицинского страхования. Это в основном, кратко хочу затронуть эту тему, это в основном заболевания, которые покрываются государственными какими-либо программами. Например, онкологические заболевания, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность. Также не покрываются в пакете обязательного медицинского страхования косметические, эстетические процедуры. На данном этапе не входит стоматология, не входит амбулаторное лекарственное обеспечение. При обращении за этими услугами застрахованному придется оплачивать стоимость этих услуг самому. А у некоторых граждан просто есть индивидуальная страховка, и сейчас они будут делать выплаты по обязательной страховке. Что будет с ними? Куда им идти? Выбор каждого застрахованного за ним, застрахованный по обязательному медицинскому страхованию, то есть оно само название говорит о себе, то есть он в обязательном порядке, его здоровье и жизнь застрахованы по обязательному медицинскому страхованию. Соответственно, те застрахованные лица, у которых есть пакеты по добровольному медицинскому страхованию, они вольны выбирать врача, клинику, скажем так, по своему усмотрению. Если они не будут обращаться по линии ОМС, обязательного медицинского страхования, они совершенно спокойно могут обращаться по линии добровольного медицинского страхования и пользоваться услугами врачей и специалистов, в основном частного сектора. А что будет, если человек по тем или иным причинам не оплачивает страховку и не окажется в системе, естественно, и ему откажут в медицинских услугах? На данном этапе все граждане нашей страны, они могут пользоваться услугами обязательного медицинского страхования. Есть та категория услуг, которая независима от того, осуществлен ли он взнос, скажем так, да, является ли этот гражданин по каким-то причинам застрахованным или не застрахованным, потому что есть определенная категория лиц, которые не попадают по страхованию, обязательному медицинскому страхованию. Данные лица, они могут воспользоваться скорой, неотложной медицинской помощью и первичной медициной. То есть эти услуги, они в априори являются предметом, скажем так, в те моменты, когда наступает страховой случай, застрахованный может воспользоваться данными услугами вне зависимости от какой-либо оплаты страхового взноса. То есть никого не оставят на воле судьбы? Да, обязательно медицинское страхование, оно и является, скажем так, его основной целью оказать медицинскую помощь в тот момент, когда эта помощь нужна. А что, если человек, допустим, оказался без паспорта, без всяких документов, и ему нужна скорая помощь срочная? Это в обязательном порядке, оно прописывается не только законами страхования, но и законами осуществления оказания первой необходимой скорой, неотложной медицинской помощи. Естественно, что застрахованным в первую очередь будет оказана медицинская помощь, а дальше уже будут разбираться, то есть застрахован ли он, гражданин ли он нашей страны, имеет ли он право использовать пакет ОМС или нет. В первую очередь, конечно, уже будет оказана помощь для того, чтобы стабилизовать состояние и вывести его из, скажем, экстренной ситуации. Все новшества очень тяжело воспринимаются в обществе почему-то, и, скорее всего, некоторое время будут проблемы и с медицинской страховкой тоже. Что делать, если врач отказывается принимать по страховке, то есть он требует каких-то дополнительных взносов? Согласна с вами, что шероховатости будут однозначны, потому что все новое, оно несет с собой какое-то недопонимание в некоторых моментах, несогласие. Есть сторонники обязательного медицинского страхования, есть противники обязательного медицинского страхования, и у каждого есть свои доводы. Соответственно, если застрахованность сталкивается с какой-то проблемой при получении, скажем так, услуги по обязательному медицинскому страхованию, он должен пройти те этапы, о которых мы с вами говорили. В первую очередь обратиться в медицинское учреждение соответствующий отдел по обращениям застрахованных. Если там ему не помогут, он может обратиться непосредственно к руководителю клинику, либо обратиться в ТАБИ, либо же обратиться непосредственно в агентство. То есть по ему удобным способам, либо по телефону, либо по почте, либо личным образом прийти в агентство, потому что у нас есть приемные дни, эта информация является доступной, она на сайте располагается агентство. Соответственно, застрахованный, скажем так, со своим вопросом не останется тет-а-тет. То есть на все вопросы, я думаю, что мы сможем прийти к каким-то конструктивным ответам. Нас больше всего пугают эти американские фильмы, где людям отказываются в страховке, им нужно при себе иметь какую-то кипу бумаг, документов. Что нужно с собой иметь, если вы подошли, допустим, к поликлинике или к больнице? Да, все застрахованные на данном этапе, скажем так, могут воспользоваться пакетом ОМС, предоставив лишь удостоверение личности. На данном этапе удостоверение личности является достаточным для того, чтобы воспользоваться всеми услугами пакета ОМС. Никакой дополнительной информации, никаких дополнительных страховых сертификатов. Часто у нас спрашивают клиенты, которые были застрахованы по добровольному медицинскому страхованию, а будет ли карточка медицинская. Нет, медицинской карточки не будет, страховой карты не будет, а будет удостоверение личности как основной документ, который позволит обратиться за медицинской услугой. А вдруг, если, допустим, человек пришел по обязательной медицинской страховке в клинику или поликлинику, а там не оказалось человека, который должен был зарегистрировать страховой случай, что тогда ему делать? Как идти к врачу? В любом случае, каждый застрахованный должен знать, что в любом случае и суббота, и воскресенье на то и является медицинская помощь, неотложной, обязательной. В любом случае помощь окажут. Имеет значение, за какой помощью застрахованный обратился. Если это плановая помощь, то тогда застрахованному может быть предложено, допустим, отложить свой плановый визит или записаться, допустим, на понедельник, вторник и так далее. Допустим, услуги МРТ, КТ и так далее. Если застрахованный придет и захочет обратиться в тот же момент, вполне возможно, что узкого специалиста не будет. Не будет специалиста, который может дать направление на данную услугу. Но необходимая помощь в том объеме, в который требуется застрахованная, она оказывается 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Спасибо за приглашение. Я хочу отметить, что на наши вопросы отвечала зав. отдела при агентстве по обязательному медицинскому страхованию Савина Кулеева. Не болейте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!